Здравствуйте! Сегодня у нас iPhone 6 Plus, и мы на нём будем менять стекула. Начнём с разборки. Откручиваем два нижних винта и по периметру щелкиваем все клипсы. И запекаем экран. Затем снимаем с дисплейного модуля, откручиваем множество винтиков, все складываем по порядку, потому что они разные. Элементы, которые приклеены на скотч, лучше снимать после подогрева. Именно кнопку Home, верхний шлейф. После того, как всё сняли, нагреваем градусов до 110-120 и снимаем рамку. Рамка на данной модели снимается очень тяжело. Весь процесс снять не получится, потому что очень долго и мучительно она снимается. Рамка у нас снята. После ещё одной контрольной проверки начинаем снимать осколки стекла. Так как дисплей у нас очень сильно разбитый, очень много осколков, я решил леской не снимать стекло, а снимать именно пальцами по кусочку, чтобы меньше поцарапать матрицу. Так как показывает опыт, что матрица даже до снятия уже поцарапана, потому что дисплей большой и как бы при мелких деформациях эти все разбитые части его царапают всегда. Поэтому для эксперимента снимать осколки будем именно таким способом, чтобы показать, что царапает поляризационную плёнку не леска, а что она уже поцарапана. Доброе утро. Младея. Надо покинуть, чтобы уничтожить. Деми рецепт. Деми рецепт. Кто пробовал снимать поляризационную пленку, а тем более ее приклеивать новую, поделитесь опытом, пожалуйста, я не пробовал. Затем наносим жидкость для чистки плат, она прекрасно размягчает клей, и счищаем клей здоровыми движениями, чтобы не царапать пленку. Продолжение следует... Отпаиваем подсветку, потом отъебаем шлейфик в сторону и будем с одного угла начинать снимать подсветку. Стараемся закрутить все пленки вместе, чтобы не перепутать и меньше запачкать. Чтобы брать пальцами подсветку, надо пальцы обезжирить спиртом и не останется следов. Матрицу заклеиваем защитной пленкой, чтобы не поцарапать. Затем еще раз протираем и будем наносить клей. Клей, как всегда, наносим кофе-гуркой. Клея не влеем, лучше пускай больше вылится по краям, нежели приклеиться неровным слоем, и потом станут желтые пятна. Аккуратно лазим стекло, чтобы не было воздушных пузырей. И прижимаем и отцентровываем стекло относительно матрицы. Выравниваю ее по видимым краям матрицы. Втираем остатки клея. Особенно обращаем внимание возле шейфа, возле кристалла. Там надо хорошо дотереть, продуть, чистить, потому что там остается жидкий клей. И после приклеивания подсветки, через некоторое время, он может обратно затекти в подсветку и будет пятно. Приставляем подсветку. Припаиваем контакты. И все. Телефон у нас готов. Вот эти мелкие царапины. Это царапины на поляризационной пленке матрицы. Такой мелкий косяк. Все у нас работает. Рамку приклеивали на клей B7000. Оставлял часов на 10 засыхать. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. До свидания.